Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Факью. Сейчас я немножечко сделаю пошире камеру. С вами канал Факью. Сразу хочу напомнить друзья, что у нас на канале идет розыгрыш для подписчиков нашего канала. Будем разыгрывать в конце этого года весь заработок нашего канала. Поэтому не стесняйтесь, делитесь нашим видео, размножайте его среди своих друзей. Все дневники трейдера, друзья, все эти видео будут участвовать в розыгрыше в конце года. Будет 5 призовых мест. Первое место получит 40% заработка канала. Второе и третье место получат по 20%. Четвертое и пятое получат по 10% заработка нашего канала. Поэтому теперь вы не просто подписчики, вы соучастники, друзья. Вы соучастники нашего канала. Поэтому от вас зависит сколько просмотров будет набирать канал. От вас зависит сколько подписчиков мы наберем до конца года. И от вас будет зависеть то сколько денег вы сможете выиграть в конце этого года. Итак, сегодня у нас субботнее видео, друзья. Так как я подписан на все каналы Александра Михайловича Герчика. В одном из каналов нам сделали бонусное видео. Не знаю можно ли его показывать или нельзя, но я на свой страх и риск. Друзья, показываю вам это видео, потому что выбор брокера является одним из таких очень важных аспектов, друзья, в торговле. Почему? Потому что очень много сейчас в интернете и вообще на этом рынке, очень много всяких кидал. Будем говорить прямо. Много кидал и найти хорошего брокера, честного брокера. Брокера, который дает маленькую комиссию. Брокера, у которого есть риски money management в портфеле. То есть вы просто открываете счет и вам просто брокер дает инструмент риски money management. Который автоматически ваши риски останавливает. Когда вы вошли в тильт или вошли в кураж какой-то. Когда вы начинаете просто так уже из-за паники какой-то, из-за того, что вы потеряли, допустим, сегодня деньги, начинаете тильтовать. Начинаете терять еще больше. Поэтому это очень важный аспект, друзья. Правильно выбрать брокера. Я прошу прощения сразу Александра Михайловича, если он найдет, увидит мое видео. Да, и где я вот это бонусное видео. Видите, оно даже не на ютубе. Должно у вас уже быть видно. Да, видно. Оно даже не на ютубе. Оно залито на вимео. Да, вот. И это видео я хочу сейчас вам показать. Друзья, внимательно слушайте. Делайте выводы. Так как Герчик Александр Михайлович, я его считаю китом трейдинга. Да, наш человек, можно так сказать, в прошлом украинец. Вот, который 20 лет живет в Америке. У которого очень большой, больше 20 лет у него стаж трейдера. Да, который очень большую карьеру прошел и управляющим был брокерской компанией. Ну, не буду пересказывать его автобиографию. Кому интересно, вы найдете в интернете. Информации полно. Александр Михайлович очень добрый, открытый человек. Вот. Поэтому, я думаю, он не будет против, да, если я это видео опубликую у себя на канале. Да, тем более, канал-то у нас небольшой. И, как бы, ничего такого мы и не нарушим, скажем так. Это не пойдет на миллионы людей. Вот. Поэтому, внимательно слушайте. Берите для себя все самое лучшее. Брокеров не так уж много. Я уже просмотрел это видео. Все, приступаем к просмотру. Сейчас я выключу камеру. Выключу камеру, выключу микрофон. Так, чтобы вам было только слышно. Только, чтобы вам было слышно, что говорит Александр Михайлович. Все, поехали, ребята. Добрый день, дорогие друзья. Всех рад видеть. Сегодня у нас будет такая, пускай, может, не очень длинная, но очень важная тема, как выбрать брокер. На самом деле, ну, давайте скажем так, это не супер прям важное действие. Однако, это очень важно, где хранятся ваши деньги и с кем вы работаете. И что с вами происходит. Скажу честно, первое, пройдусь по каждой индустрии отдельно. По российскому рынку, по американскому рынку, по фьючерсному рынку и по рынку Форекс. Я категорически, настоятельно всем рекомендую, даже сказал бы, настаиваю на том, чтобы компания, в которой вы будете открывать счет, обладала системой риск-менеджмента. Давайте начнем с Форекса. На сегодняшний день на Форексе, только в компании Герчикинко, есть встроенная в программу риск-менеджмент. И, вы знаете, сегодня я даже получил от трейдера смс, который потерял по простому половину депозита, наверное, он нас даже и слышит. Буду абсолютно без имени, но человек потерял половину депозита, просто потому, что его закосило. Дело в том, что если у вас будет система риск-менеджмента, у вас таких проблем никогда не будет. В какой-то промежуток времени вы просто сможете привыкнуть, что у вас есть так называемый большой брат, который за вами следит и который не дает вам терять. И как только вы привыкнете к этому большому брату, по сути дела, то все ваши проблемы должны отойти на задний план. Поэтому, дорогие друзья, в первую очередь выбираем компанию, в которой есть риск-менеджмент. Как я уже сказал, на рынке Форекс, это мы, это моя компания, компания Герчикинко. У нас полностью встроены риск-менеджмент. И я бы хотел сказать одну вещь, что это на самом деле ваш надежный проводник в мире трейдинга. Поставите риск-менеджмент, не будет проблем. По российскому рынку. Если вы торгуете на российском рынке, то, по сути дела, ни в одной российской компании. Давайте возьмем так. У нас есть там топ-5 компаний, которые действительно очень хорошие на рынке. Это компания Финам, компания БКС, компания Открытие. Ну и четвертое – это IT-инвест. Это четыре самые сильные компании, которые сегодня представлены на рынке по российскому рынку. Четыре российских брокера. Все очень крупные. Смотрите, если вы торгуете в этих российских компаниях, в первую очередь вам нужно обратиться в компанию Кселиус. В компании Кселиус есть удаленный риск-менеджмент. То есть вы сможете купить себе программу, не помню, сколько она стоит, но, по-моему, в пределах 7 тысяч рублей. Скорее всего, это будет самая лучшая ваша инвестиция, и у вас никаких проблем на будущем не будет. То есть все, что вы должны сделать – это купить программу риск-менеджмент, подключить ее к себе на российском рынке и с ней торговать. Смотрите очень внимательно. Если вы будете торговать фьючерсы, посмотрите внимательно расценки, которые предлагает брокер. То есть две вещи, на которые вам нужно обратить внимание. Это минимальный депозит, так как большинство из вас, кто у нас учится, начинает всегда с минимального депозита. То есть первое, что вы должны сделать – это обратить внимание, насколько минимальный депозит. У некоторых брокеров это 10 тысяч, у некоторых 30 тысяч, у некоторых 50 тысяч. В крайнем случае вы можете всегда узнать, если, например, в компании минимальный депозит там 50 тысяч рублей, можно ли ввести 50 тысяч, потом, например, 40 тысяч вывести и оставить себе 10 тысяч, что вначале вам с головой хватит для того, чтобы торговать минимальные лоты по Сбербанку и по Газпром. То есть все, что вы должны в самом начале сделать, это, как я уже сказал, узнать, какие комиссии, то есть сколько платится за лот и сколько денег нужно для того, чтобы торговать в этом брокере. Когда вы будете узнавать, сколько денег платится за лот, обязательно узнайте, что будет, если вы будете торговать ММВБ. Потому что большое количество наших трейдеров не хотят торговать на фьючах, а сразу переходят на рынок акций. Если вы будете торговать на рынок акций, то у российских брокеров вы должны платить от оборотки. И очень внимательно смотрите, сколько денег вам надо будет платить. То есть в первую очередь. В некоторых компаниях, в некоторых компаниях есть так называемый безлимит. Ну, для начала, когда вы только начинаете торговать, вам безлимит не поможет, потому что вы будете торговать не очень много. Ну, и я в будущее, звоните в разные компании, говорите, что вы торгуете, что у вас какие-то такие-то условия. И, может быть, эти компании согласятся для того, чтобы вам предоставить какие-то индивидуальные условия. Но, как я уже сказал, в первую очередь нужно обратиться в компанию Xelius Group, подключить туда риск менеджмент и торговать с риск менеджментом. Когда у вас будет, по сути дела, риск менеджмент, тогда у вас никаких проблем не будет. Если вы хотите торговать американского брокера, есть несколько вариантов. Если вы хотите торговать, например, небольшую сумму денег, то компания SDG. Компания на рынке очень много лет, себя очень хорошо зарекомендовала. И если вы хотите действительно торговать до суммы до 5-10 тысяч долларов, то это компания SDG. Если вы на самом деле крупные игроки, хотите открывать крупные счеты на 30-50 тысяч долларов, то обращайтесь в компанию Interactor Brokers. Это компания, которая на самом деле лучшее вообще, что есть. То есть это, по сути дела, скорее всего, Bentley или Rolls-Royce на рынке брокерском. Это компания номер один. Я лично сам выявляюсь клиентом этой компании на протяжении уже больше 10 лет, это точно. И компания феноменальная, компания номер один в индустрии. И поэтому, если вы действительно хотите открывать свой крупный счет, то компания Interactor Brokers. Если вы хотите открывать счет на рынке фьючерсов, если вы хотите открывать счет на рынке фьючерсов, существует очень хорошая компания, которая называется Ninja Trading. Можете обратиться, есть русскоговорящий партнер, это Лана, если она будет смотреть. Лана Орловский, ей огромный привет от меня. Компания на самом деле имеет свою собственную платформу. Я знаю, что в компании есть стройный риск-менеджер. И очень внимательно, единственное, что просчитайте риски на стопы. Это самое главное. Поэтому, дорогие друзья, это были рекомендации по тому, в каком месте открывать счет у брокер. То есть, если это Forex, компания Gerchkin Co. Если это Россия, то первые там топ-4, Финам, открытие, БКС или IT Invest. Если это американские фьючерсы, то, как я уже сказал, Ninja Trading. Если это американский рынок, то либо если маленький счет, компания SDG, если крупный счет, компания Interactive Brokers. Сейчас я вам кое-что хочу показать. Просто одну секунду, чтобы вы понимали. Сейчас я кое-что найду и вам, естественно, дорогие друзья, покажу. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. Видите, либо в процентах, либо в долларах. Но данный параметр, как вы видите, уставляется ровно на торговые сутки. И этот параметр вам не даст. При том, что система закручивается, это полностью прописать все риски. Кто торгует на Forex. То есть... Или все остальное. То есть вы можете убрать те инструменты, на которых совет один. Как только вы сядете торговать, обязательно проверьте те деньги на одном и том же инструменте. Значит, скорее всего, вы будете всегда смотреть максимальный откат от верхушки. Как только вы потеряли. Вы говорите, я ничего не потерял, я в плюс. И, друзья, потеряли. Самый важный параметр, как я сказал, при выборе брокера, это комфорт. Потому что очень часто люди выбирают себе брокера, и им некомфортно. Мой совет один. На самом деле, рынок, особенно российский, широкий. Брокеров достаточно. Самое главное, смотрите. Или есть какие-то промоушен, то есть, что будет с вашими деньгами. Как я уже сказал, берите всегда топовые компании. И самое главное, воюйте за комиссионную. Сейчас идет борьба за клиента, поэтому это абсолютно нормальное явление, если разные брокеры будут вам предлагать абсолютно разные условия. Всем хорошего дня. С вами был Александр Герчик. Сегодня мы говорили о том, какого брокера выбрать. Как я уже сказал, если вы торгуете на форекс, Герчик, Инко, на мой взгляд, не потому что это моя компания, это лучший выбор, потому что у нас есть встроенная программа риск-менеджмент, которая поможет вам удержаться на полу. Всем всего доброго, всем удачи. С вами был Александр Герчик. Удачи. Итак, друзья. Прошу сразу прощения за то, что был немножечко качество видео. Было плохое, но Александр Михайлович записывал это видео с помощью Google какого-то сервиса. Я не знаю, что это за Google сервис. Как мы видели, там был Google водяной знак. Наверное, стриминговая какая-то площадка гугловая. Вот потому качество такое немножко расплывчатое, дергалось. Но звук хорошо, все слышно. Что хочу вам сказать. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Надеюсь, каждый из вас вынесет для себя из этого видео правильное решение. Выберите правильного брокера. Вот немножко я видео перематывал, потому что там идет чисто реклама уже компании Герчик Инко, какой у них риск менеджмент. Это, я считаю, можно посмотреть и у них на сайте. Вот. И видео есть в интернете. Поэтому для того, чтобы не затягивать данное видео, я промотал эту часть, где Александр Михайлович показывал их риск менеджмент компании Герчик Инко. Вот, в принципе, там ничего такого особенного. Риски на день, на неделю, на месяц, там в процентном соотношении или в долларовом эквиваленте можно выставить риски, да, после которых торговлю вашу будет останавливать. При потере которых, вернее, торговля ваша будет останавливаться. Я тоже желаю вам всего хорошего. Не болейте, зарабатывайте, друзья. Всем пока. Не забудьте подписываться и делиться видео, потому что от этого зависит ваш заработок теперь, друзья. Пока.